Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о гуслях, старинном русском музыкальном инструменте. Он известен нам 6 века и за свою огромную историю он претерпел множество изменений. О них сегодня мы и поговорим. Первый инструмент, о котором я хочу вам рассказать, это лировидные гусли. Наш инструмент является копией гуслей середины 11 века, которые хранятся в Новгородском Кремле. Изготовил их Владимир Иванович Поветкин, который, к слову, является и реставратором тех самых гусли. Лировидные гусли известны нам с 11 по 14 век. С 15 по 17 пока не было найдено именно материальных источников. И следующие по древности гусли, которые нам известны, это крыловидные гусли, которые называются так, потому что у них есть такое замечательное крыло. И самый древний экспонат, который мы знаем, это вторая половина 18 века. Гусли принадлежали Трофиму Ананьеву. О нем мы знаем благодаря труду Александра Фоминцина «Гусли – русский народный музыкальный инструмент», которая была выпущена в 1890 году. В этой книге впервые была описана техника игры на гуслях, о том, как ставятся руки, строй инструмента Трофима Ананьева, а также биографические данные о нем. Хочется немного рассказать о самом инструменте. Как вы видите, у него семь струн. Также здесь вы можете видеть выемку. То есть эти гусли на самом деле должны были быть восьмиструнными. Но в процессе изготовления дерево треснуло, и тогда мастер, неизвестный нам, к сожалению, сделал здесь дырку и видимо продевал в нее петлю, чтобы вешать на стену, например. Существует даже поговорка «Жена не гусли, на стену не повесишь». Что касается еще изготовления этого инструмента, то он изготовлен из стельного куска ели. Он выдолблен сбоку и закрыт планкой. Также вы можете видеть красивый темный цвет. Скорее всего, мы предполагаем, что это не тонировка, а это такая своеобразная традиционная тонировка в бане по-черному. Когда баню по-черному топили, то в нее приносили инструмент, и он становился такой закопченный. Следующий инструмент, о котором я вам хочу рассказать, это гусли работы Семена Ивановича Налимова, балалайчного страдивари. Наверное, не все знают, но Семен Иванович делал не только балалайки, но также и домры и даже гусли. Правда, сохранилось всего три инструмента его работы, и все они хранятся у нас в музее. Здесь вы видите гусли 1914 года. Как вы видите, у них есть еще наш трогательный любимый элемент открылок, и также здесь необычное число струн. Их здесь 14. Если вы увидите сегодня академический инструмент, то у него будет 15 струн, и открылка уже не будет. И благодаря этому инструменту мы можем видеть, как мастер экспериментировал. Это еще одни гусли Семена Ивановича Налимова. Это уже гусли более ранние, 1912 года. У них 15 струн. Также вы можете видеть здесь у них ключ для перенастройки, который вмонтирован прямо в инструмент. В этом году нам удалось сделать копию этого инструмента, звучащую копию. На них можно играть, изучать звучание этого инструмента. А вот та самая копия. Ее нам сделал Александр Тепло. Лучший гусельный мастер. Следующий тип инструмента, о котором я расскажу, это шлемовидные гусли. Как мне трудно догадаться, они так называются, потому что они изготовлены в форме шлема. Они нам известны с 14 века. На Руси на подобном инструменте играли профессиональные музыканты, скоморохи. Есть две теории происхождения этого инструмента. Первая русская, а вторая поволжская. Русская версия – это версия о том, что скоморохи, гонимые царской властью, убежали на Поволжье и там распространили гусли среди местного населения. Есть вторая версия, уже поволжская, что именно в Поволжье зародился инструмент подобного типа. Подобный инструмент есть у удмуртов, у коми и у марийцев. У марийцев существует даже поговорка «плоха та девушка, которая не играет на гуслях». Представляю вашему вниманию столовидные гусли. Их так называют, потому что их ставят на подстолье. Или у них есть четыре ножки. Таким образом, если даже закрыть их крышку, то они сами будут похожи на стол. Такие гусли мы знаем с 17 века. Также на них играло духовенство. И поэтому зачастую их называли «поповскими гуслими». С течением времени на этих гуслях продолжили играть только профессионалы. К сожалению, в христианском быту эти гусли не прижились. И стоит еще сказать, что в 19 веке с развитием клавишных музыкальных инструментов эти гусли стали упадить из бытования даже у профессионалов. Я вам показала сегодня только самую малую часть гуслей, которые хранятся в наших обширных фондах. Некоторые инструменты вы можете увидеть у нас в каталоге хордафона Щипковой, который мы несколько лет назад выпустили. А также вы можете услышать звучание этих инструментов на нашей экспозиции. И также вы можете услышать их в нашем цикле лекций концертов «Музыки мира». Приглашаем вас! Субтитры делал DimaTorzok